Клим Филимонов без труда забрасывает очередной мяч в корзину. Молодой парень, член команды «Кали-баскет» уже в пятый раз принимает участие в школьной баскетбольной лиге. Нам пока что все удается, нам не хватает защиты. Какие у тебя сильные стороны, как у баскетболиста? Ну, масса есть, чтобы продавливать. Почему тебе нравится баскетбол? Мне нравится забивать очки и чуть-чуть защищаться защитой. Любовь к баскетболу поддерживает и папа Александр, который не пропускает ни одной игры. Вот и сегодня на открытии школьной баскетбольной лиги он болеет за команду с трибуны, пока парни забрасывают мячи в корзину соперников из 16-й школы. Приятно, когда дети бегают, играют. Интересно просто. Мне нравится это все. Мы болеем этим всем. Баскетболу нужен. Любой вид спорта всегда нужен. Ну, баскетбол, да. В нашем городе это хорошо. Баскетбол процветает. Мы очень согласны, что Калибасский начал все это продвигать. Проект по развитию баскетбола в Соликамске и Березняках реализуется компанией «Уралкаль» с 2013 года. В рамках этого проекта и проходит школьная баскетбольная лига. Примечательно, что здесь показать себя могут школьники со второго класса. В девятый раз мы открываем школьную баскетбольную лигу в Соликамске. Могу сказать, что Соликамск именно в баскетбольном плане всегда как-то славился на таланты. Каждому успехов. По правилам лиги участниками могут быть все школы, где играют в баскетбол. Открыли очередной турнир пятые и шестые классы. Мы приглашаем всех. Любые школы, любые команды, которые хотят принять участие, мы всех приглашаем. Сейчас пока девять команд. У нас играют на крестовке в девятой школе и вот у нас на базе семнадцатой школы. Баскетболисты семнадцатой школы с оглушительным счетом победили шестиклассников шестнадцатой. Конечный счет девяносто шесть три. Дмитрий Галкин, игрок со стажем, говорит, игра была интересной. К баталиям в школьной баскетбольной лиге Дмитрий относится серьезно. Мы просто договорились до игры, что давайте разогрем 100-0. Да, не получилось четыре очка, но мы сделали, что хотели, мы добились чуть-чуть до цели. Это можно сказать как соревнование, такое маленькое. Но тоже можно дали получить все, и кубки лучшего игрока. Для меня это нормально. У ребят будет еще игра со сверстниками из южной части города. Также в лиге скоро встретятся ученики четвертых, третьих и вторых классов. Лучшие команды увидятся в финале четырех весной. Примечательно, что игроки, которые сейчас себя покажут, имеют шанс попасть в проект компании «Уралкалий» и добиваться успеха вместе с клубом «Калийбаскет». Евгения Константинова, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ.